ну что ж андрей мы с вами приехали на этот объект здравствуйте дорогие телезрители здравствуйте как мы обещали этот дом уже с крышей и помните андрей мы рассказывали что обязательно сюда приедем это состоялось и это замечательно очень хорошо дорогие друзья сегодня мы расскажем вам как сделан этот дом как здесь сделана крыша данный так точно так точно ну что ж приступаем к работе вперед знакомство с этим домом мы начали ранней осенью когда на улице еще светило яркое солнышко и погода всячески приятствовала нашим строительным изысканием и теперь по прошествии времени изменения налицо над домом уже выросла массивная крыша а в качестве утеплителя решено использовать не только солому но и материал на основе торфа геокар о нем мы поговорим чуть позже кровля выполнена из шифера однако выстроена таким образом что создается впечатление что крыша вовсе не из обычного шифера а из дорогостоящей черепицы анатолий васильевич вот мы уже приезжали сюда прошлый раз да здесь мы показывали как закладывалась солома да но вот здесь собственно говоря вижу еще один материал совершенно случайно попал это вот геокармы с ним в принципе уже были знакомы насколько эти два материала да хотя они оба природного происхождения совместимы вот и зачем в принципе вот вы два материала сюда кладете ну они совместим потому что не природные но как вы правильно сказали что есть они получены из растительных материалов торф это законсервированный растительный материал и он хранится очень долго и как теплоизолирующий материал тоже очень хороший соломы они приблизительно одного класса попасть по теплоизоляции а по стоимости этот материал чуть чуть больше дороже один кубометр чем допустим соломы но при этом геокар и он имеет уже формованную плоскость то есть система укладываем изнутри то нам не нужно будет дополнительно формировать плоскость у нас соломи поэтому мы закладываем допустим 45 сантиметров соломы и еще 10 сантиметров геркара у нас получается внутренняя стенка вы уже как бы агент о том где он здесь будет находиться наружу то есть внутри будет стороны то что вот вы правильно заложили вот так он будет так лежать точно так же только вот такая только из вот тогда а потом по ним штукатурить можно можно сухую делать отделку то есть это готовая уже стенка он самонесущий материал прекрасно штукатурится прекрасно даже без штукатурки можно сухой штукатурки обшивать и работы вот ну и дальше соответственно те же листы дабы все тоже это либо либо асбеста цементный лист применяем как конструктивный материал как гидрозащиту либо делаем гидрозащитную пленку и потом управляем допустим от блокхаусом сразу то есть вариантов много но сама конструкция дома вот каркасная двойным каркасом позволяет делать нам без ограничения как внутреннюю так и наружную отделку никаких ограничений нету но опять же мы здесь видим что каркас довольно таки но он конечно не слабый да мы говорили прошла что он крепко довольно таки держится но здесь над нами возвышается такая уже довольно тяжелая крыша большая нас виду конечно очень большая да насколько почему именно такая форма крыши ну такая форма крыши вокруг нас здесь угол наклона к солнцу рассчитан из расчета вот нашей широты средней полосы так чтобы в весенний период мы максимально могли снять солнечное тепло крыша является конструкция крыши такова что позволяет нам она будет работать как тепловой коллектор мы будем снимать из подкрышенное пространство достаточное количество тепла чтобы в осенне и весенний период полностью обогревать дом и обеспечивать горячей водой ну вот об этом мы чуть позже поговорим когда взберемся уже под крышное пространство там посмотрим как сюда но мы видели что сама крыша до делается из шифера вот кажется как будто это обычный шифер да там два кусочка нас есть дает туда пройдем посмотрим об этом материале ну вот непосредственно здесь увидим что вот проходить надо это мы это мы готовили здесь вот наверстаке готовили эти этот эту черепицу из шифера так назовем ее мы с технологом договорились так чтобы шифер нам изготовили конечно не обычный шифер а несколько большей толщины для того чтобы не просто имитация была а чтобы это было действительно черепица может черепицу все представляют это должна должна быть там два сантиметра три сантиметра так и у нас он толще обычного шифера где-то на 2-3 миллиметра то есть он 8 8 миллиметров 7 8 миллиметров его толщина ну такой не удалось абсолютно точной величины достичь но это и не требуется прочностью гораздо выше обычного шифера а порезанный по на кусочки так вот кратно лист на 4 куска мы получаем кратность обычной черепицы мы получаем 35 сантиметров шаг то есть если вот посмотреть на крышу то мы получаем ее настоящую черепицу после покраски она внешне виды и ничем не будет отличаться от нас настоящей черепицы почему вот почему именно вот форма черепицы почему нельзя было просто открыть листами большими зачем разрезать и зачем делать именно черепицу сам так но мы же все-таки должны наводить какую-то красоту то есть ему не может не даже не делать дом чисто техническим таким делать мы же даже позаботиться чтобы он выглядел не хуже чем дома из той дорогой черепицы да и также и когда будем отделывать снаружи то есть это клееный брус там очень дорогой который стоит там 16 тысяч 25 тысяч кубометр то наш брус или имитация под брус будет на порядок дешевле а внешне внешний вид будет ничем не хуже может даже еще лучше при этом цена будет-то порядок ниже то есть вот и разрезайте вы из-за эстетическое сражение чисто из-за таких и потом крыть большим листом в ветреную погоду уже невозможно а этим листами мы работаем ребята вот работают и ошибок таких таких ошибок как большим листом если ошиблись геометрик крыши то большим лист уже не положить как положено очень точно здесь мы можем маневрировать передвигать и смешать миллиметр сюда миллиметр сюда и крышу можем открыть спокойно как бы нет не требуется такой квалификации высокой квалификации рабочих ну вот собственно говоря вот здесь мы хорошо видим да всю конструкцию дома да и каким же вот образом вот держится вообще вся вот опять же здесь мы на максимально можно видеть какая крыша действительно большая да такая да она не большая так больше но вот площадь до пропорциях дома самого да потому что она а сколько видит 100 квадратных метров на южную сторону выходит вот и каким образом вы достигли того что вот держится ведь только на дереве да больше ничего нет никаких не перекрыться не почему там обрешетка делается также как по черепису с шагом череписы ну даст с шагом 35 сантиметров а держится там они необычным как шифер кроешь крепят шиферным позем здесь мы крем мы крепим его саморезом и не в верхнюю волну а в нижнюю волну поэтому прочности она намного выше ну что ж давайте пойдем уже тогда на второй этаж но перед тем как мы поднимемся на второй этаж давайте подробнее остановимся на строении самого здания как мы уже отмечали в прошлых программах фундамент дома утеплен пеностекольной крошкой а цоколь выпущен над уровнем земли и выстроен из кирпича поверх асбеццементных листов будут смонтированы доски типа блокхаус что получается просто и недорого но в то же время красиво анатолий васильич не раз говорил что через крышу этого здания будет закачиваться тепло однако куда и как именно не указал надеюсь что сегодня я получу долгожданный ответ на этот вопрос ну вот наш постоянный эксперт здесь здравствуйте андрей наше вашем почтение а мы виделись разумеется с андреем уже на тем не менее пока мы анатолий васильевич но вот здесь мы как раз уже видим вот и андрей посмотрел строение до самой крыши то есть мы видим здесь как вот это черепица кто сделано внизу как она здесь крепится вот расскажите пожалуйста про то каким образом закачивается воздух которого нам рассказать но вот нашим через зрителям интересно они спрашивали и нам с андреем ну как закачивается воздух здесь сейчас ну показать как он будет закачиваться потому что еще нет конструктивных элементов тех чтобы нужно было показать но из-под крышное пространство вот по каналам буду проходить до конька а из конька возвращаться обратно в подпольное пространство принудительно а здесь естественно будет подниматься может теплый воздух если она поднимается вверх а так как шифер имеет волновую поверхность то по этим каналам воздух и будет устремляться вверх теплый воздух а холодный естественность подпольного процесса снова попадать туда под крышу принудительном порядке нагревать он будет циркулировать отдавать тепло подпольном пространстве только если в этом и секрет ну как она будет дальше что устроена крыша вот это все двойная двойной каркас как мы видим вот двойной это все будет заполнено утеплителем то есть циркуляция воздуха будет уходить за утеплителем этот вот этого внутрь это помещение этот воздух попадать не будет ни при каких обстоятельствах это технически называемых воздух он будет его задача переносить тепло сверху вниз и аккумулировать там не вопрос вот многие конструкторы экологических домов разных схем которые вот можно видеть в книгах они вот используют воздух тот который технологический как который проходит какие-то теплоаккумуляторы там подземные из камня допустим еще из чего-то и он включается у них в цикл дыхания дом смешивается вот вы относитесь как к этому явлению можно абсолютно отрицательно воздух смешивать дыхательный воздух стих с техничным с теплоносителем с воздухом теплоносителем а я отрицательно отношусь к этому этому прочитал я несколько информации посмотрел несколько конструкций домов на западе когда в качестве аккумулятора применяют булыжник и там где-то около 400 кубометров этого булыжника и этот воздух является как бы тем который используется внутри помещения я бы такого никому не советовал может быть там недоразумение какое-то там темное пространство влажности там повышено температуру режим гораздо выше могут заниматься заводить там различные родные бактерии и микроорганизмы скажем но и за как нельзя вычистить ну это технически но зачем этим заниматься если можно разделить эти две среды и мы никогда не будем не иметь этой проблемы мы разделяем то есть у нас воздух которым дышит человек это свой воздух отдельный объем и он никаким образом не смешиваются с этими у нас три контура здесь теплоносителя три контура в доме будет но при этом они они между собой могут контактировать этих технических три контура но жизненный контур жизненный контур как скажем так жизни обеспечивающий контур это сам первый сначала попадает наружный воздух подогретый для человека человека используют а потом он может быть использован в последующих контурах анатолий осень ну давайте вот здесь мы сейчас находимся недаром и на второй этаж забрались да давайте здесь вам расскажите о строении непосредственно этой крыши что к чему крепится и каким образом это все держится тем более что у нас здесь будет так много утеплителя такое большое количество и он будет иметь довольно таки большой вес все конце концов весь этот утеплитель вот в новгороде когда мы были вы снимали тогда новгородском варианте нашего дома там невозможно было посмотреть потому что все было зашито здесь пока все открыто и можно это все посмотреть вот давайте посмотрим эти элементарный вопрос а то вот крепление стойки которая удерживает на растяжение нашу перекрытие пол потолок первое между первым вторым этажом мы не видим здесь никаких зарезов она проходит по первой частью по стропильникам и на стропилу уходит таким образом связана крыша с перекрытием жесткость получается идеальная то есть мы работ элемент работает на растяжение так как здесь мы видим конструктивно выполнены треугольники не под прямым углом это все делается под под углом 45 или 52 градуса и там также видим под углом идет конструкция и таким образом жесткость этой фирмы без дополнительных элементов мы получаем абсолютную жесткость то есть жесткость такую же как допустим ну как в сопроматик все считали там прочее только здесь естественными конструктивные элементы мы добиваемся наивысшей жесткости то есть при расчетах у нас получается что для форма фирма имеет ну как на прогиб или на изгиб прочность или предел прочности заведомо ну не заведомо она порядок больше чем требуется поэтому дополнительно какие-то еще конструкции для того для удержания утеплителя просто не бессмысленны то есть это вполне все здесь подшивается черновая подшивка за нее укладывается утеплитель там гидроизоляция делается ну или как ветрозащита и гидроизолирующая оболочка и все станции заполняется утеплителем таким образом мы резко удешевляем собственный дом но при этом теплозащита такого дома ну теплопотери снижаются на порядок относительно обычного дома и традиционного строительства как мы успели убедиться дорогие друзья в этом доме будут применяться и применяются самые разные и оттого не бесспорные материалы асбестцементные листы шифер которым покрыта крыша здания солома блоки гиокар конечно многие боятся использовать асбест в строительстве из соображений его экологической небезопасности а в природных утеплителях по мнению обывателей могут начать жить разного рода грызуны именно поэтому мы решили разделить программу на два выпуска сегодня я поговорил с автором технологии а во второй части программы гуру отечественного домостроения андрей курошев расскажет о материалах примененных в строительстве и не только также на повестке дня прочность как всей конструкции так и кровли в частности тем временем у андрея курошева возник очередной вопрос вот я смотрю на каждой черепичине срежем срезан уголочек вот что это за особенность такая для чего это делается ну уголки срезаются при при вот таких волнистых покрытиях когда угол мы кроем то здесь сходится четыре элемента с четырех сторон и если мы их все поставим не срезавший то у нас получится здесь щель то есть плотность нарушается когда мы складываем один срезаем второе стыкуем их сюда то третьим листом мы эту щель закрываем и получается абсолютно плотность вот видите зачем срезан был да а следующий угол закрывается вот так и таким образом виде нас плотность листов идет абсолютно и этот этот все плотные да а нижний только как бы куда-то ушел но он получается полная имитация черепицы да не то что и герметизация да получается если их срезать или делать значит тогда будет вот он положить если бы положи вместо него с прямым углом сюда один разверни положи так вот ну давайте покажем что да вот если вот так положить а теперь на него положи еще один лист который будет перекрываться и что у нас тогда получается вот они сколько щелей там получается это технология кровли у всех волнистых элементов до таких просто ее из-за непонимания или как не желание или неумение просто людей делают проще но при этом получается плохо ну что ж дорогие друзья с этим домом как я обещал мы не прощаемся еще много спорных моментов есть в этом строении в одном из наших следующих выпусков вы узнаете всю правду и о шифере и о соломе и об этом доме вообще так что следите за программой телеканала усадьба андрей ну что ж мы поговорили только что с анатолием васильичем да однако здесь вот использует шифер и многие сомневаются в его использовании потому что даже здесь мы видим как много пыли условно эта пыль вся потом попадет и мы как-то раз уже беседовали об этом и говорили что это вовсе не так вот расскажите пожалуйста сегодня нашим телезрителям все еще сомневающимся в том что этот шифер и этот асбест не так вредит как всегда компании как бы у нас в мире вообще проходит такие лавинообразные потому что наши люди все слышали что асбест асбеста содержащая продукция вредна это жуткий канцероген он вызывает раки рак легких понимая это многие люди отказываются от такого замечательного на самом деле по своим свойствам материала как вот допустим шифер он широко очень используется у нас строительстве и всегда очень широко использовался но многие говорят даже так я вот захожу в сауну в баню куда-то деревенскую если вижу там листы шифера я горит сразу ухожу оттуда потому что это несет смерть так вот о чем хотелось бы сказать в первую очередь и самое главное то есть вот сам асбест так он не одинаков скажем так он бывает разный возможно посмотрев нашу программу у кого-то из зрителей возникнет вопрос а правильно ли я строю дом все ли сделано точно в соответствии со строительными нормами не бойтесь мы поможем вам приедем и дадим абсолютно